Вопросов у жителей Раздольского сельского округа накопилось много. В первую очередь, людей интересовало газификации села. Газопровод проложен, но в дома провести газ для людей затратно. Могдин Чермет пояснил, чтобы голубое топливо было в доме, необходимо вложить средства в подключение к основному газопроводу высокого давления. По-другому не получится. Но если подключение идет к муниципальной ветке больше, чем за 100 метров, житель не заплатит, даже если тянуть сети придется на полкилометра. Это федеральные правила. Возмущает людей мертвый город, так называют они комплекс жилых домов, который был построен в период подготовки к Олимпиаде и так до сих пор не сдан в эксплуатацию. Занималась возведением домов компания «ЖДстрой». Сейчас дома не достраивают, но занимаются оформлением соответствующей документации. Участки под этими домами окончательно не сформированы. Сейчас идет формирование земельных участков под многоэтажными домами для передачи в аренду «ЖДстрой». После того, как будет оформление документов завершено, они получат государственную регистрацию права и выставят эти дома на продажу. То есть это будет продаваться с аукциона. Затронули на сходе и тему ремонта дорог. Жителям озвучили, какие улицы и переулки включены в план ремонта на 2018 год. Переулок агрономический, переулок Западный, переулок Калиновый, переулок Надежды, переулок Песочный, переулок Уступный, улица Измайловского, улица Корчагяна и переулок Юбилейный. Единственное, по переулку Западному хочу сказать, что он у вас в щебеночном исполнении на сегодняшний день был всегда. Требует ремонта и в рамках ремонта. Он будет подремонтировать только в щебеночном исполнении. Все остальные сельские дороги будут отремонтированы в полном объеме. В Сочи в прошлом году было выделено из края 210 миллионов рублей и отремонтировано 37 улиц. В этом году выделено 558 миллионов. В два этапа ремонтируют 97 улиц. В следующем году на дорожный ремонт планируют потратить миллиард рублей.